Итак, всем привет! С вами Алекс Монк и я продолжаю проходить игру Второй Бетховен. И переходим к третьей локации, которая называется The Kennel, то есть Склады. И нам нужно спасти третьего щенка Чайковского. Именно так его назвали дети. В одноименном фильме, разумеется. Место действия первое. Ищем щенка. И на пути у нас встречается новый враг. Я так понимаю, это Доберман. Четыре раза гавкнули, и все, он больше нам не решает. Снова охранник, на которого он загавкан пять раз. Не забываем восстанавливать здоровье, подбирая косточки и куриные ножки. Напоминаю, что косточка восстанавливает один пункт здоровья, а куриная ножка полностью все здоровье. Обратите внимание, что вот здесь, с правой стороны, лежит жизнь. Ее очень плохо видно, но если приглядеться, можно обнаружить красный выступающий кусочек мяса с правой стороны печки. А жизнь, как говорится, никогда лишней не бывает. Вот здесь надо пожертвовать одним пунктом здоровья. Тут же взять косточку и переполнить на лифт. Ничего страшного. Здесь обязательно намочить шерсть. Но не на этого охотника оттряхиваться, охранника, а вот на этого. Потому что он создаёт серьёзную угрозу. Можно просто свалиться вниз и упасть в пропасть. После того, как мы его отпугнули сыны каплями, проходим дальше и вот и щеночек. Чайковский. Второе место действия. Возвращаем щенка к матери в безопасное место. Сейчас вы сами убедитесь, что щенок в яму ни при каких обстоятельствах не упадёт. Он будет просто сидеть, поскуливаться как сейчас. Но будет терпеливо ждать, пока мы его возьмём за шкирку. Сложнее всего, когда на нас нападает, а мы не можем гафнуть, потому что у нас в зубах щенок. И, как я уже говорил в прошлой серии, щенок даже останавливается в тех местах, где, возможно, будет обвал пола. Как бы, он чувствует ловушки. Охотники вот эти вот, на мой взгляд, или охранники, не знаю, кто это. Скорее, ловцы бездомных животных, раз у них усыпительные дротики. Это самые нужные противники в этой игре. Ну, если к ним найти должен подход, то справиться с ними будет не проблема. Они не очень умны. Всегда могут поворачиваться конспенной, потому что ходят по одной и той же линии влево-вправо-влево-вправо. Так, очередной Доберман. Доберман, в принципе, могли бы лучше прорисовать. Кстати, обратите внимание, что щенок успевает бежать с такой скоростью, чтобы не двигаться вообще на беговой дорожке, так называемой. Прыжки по платформам в этой игре, я считаю, самый сложный участок. Потому что у Бетховена есть такая особенность. Он скользит. И неудачный, неосторожный прыжок может привести к падению. И вот, обратите внимание на щенка. Он остановился как раз около того места, где может обвалиться блок. Это очень хорошее напоминание, что здесь лучше не задерживаться. Здесь я немножко пожертвовал здоровьем, зато награду получил куриную ножку, которая полностью его восстановит. Иногда через логов лучше просто пробегать, чем... И вот до финиша осталось совсем немного. Финиш, я говорю условно, имеется ввиду конец этапа. Снова домерман, которого мы запросто облавим, и он убежит. Щенок показывает, что здесь безопасно, раз он сидит на этой платформе, с нее можно спокойно прыгать. А вот и мама, принимай Чайковского. Ну вот, на этом я серию завершаю. С вами был Алекс Монг. Всем пока и удачи. Увидимся в следующей последней локации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok